Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео я буду переводить, в котором будет сравниваться российский Т-90 и британский Челленджер 2. Кто же победит? Давайте посмотрим, что там говорят. Ну и как всегда в конце я зачитаю комментарии иностранцев, что же думают они. Поехали! Российский Т-90 против британского Челленджер 2, который победит. Новейший российский вариант танка Т-90 может стать грозной угрозой для британского основного боевого танка Челленджер 2. Хотя обе военные машины приветствуются как исключительные части военной техники, однако один должен выйти победителем из боя. Давайте посмотрим на это гипотетическое совпадение в этом видео и определим, какой танк имеет преимущество с точки зрения брони, огневой мощи, скорости и системы управления огнем. Не забудьте подписаться на канал и оценить видео. Технические характеристики. Т-90 работает с 1993 года. За это время было построено около 2600 единиц с удельной стоимостью 4,7 миллиона долг. США. Танк управляется экипажем из трех человек. Т-90 поставляется с массой 48 тонн. Танк составляет около 23 футов в длину, 13 футов в ширину и 7 футов в высоту. Т-90 оснащен двигателем мощностью 1000 л. Танк может достигать максимальной скорости 37 миль с рабочим диапазоном 340 миль. Т-90 вооружен 125-м гладкоствольным оружием с 43 боеприпасами. С другой стороны, Challenger 2 работает с 1998 года. До сих пор было построено около 446 единиц с единичной стоимостью 7,4 миллиона долг. США. В нем экипаж из четырех человек. Бак вмещает 62,5 тонны. Танк имеет длину около 27 футов, ширину 12 футов и высоту 8 футов. Имея 1,002 л.с., он может достигать максимальной скорости 37 миль в час при рабочем диапазоне 340 миль. Танк вооружен 120-м нарезным стволом с 50 патронами. Выживаемость и брони экипажа. Российский Т-90 намного легче, чем английский ТАМП, однако он обладает хорошей броней и довольно сильным защитным комплектом. У Т-90 установлена низкая плоская башня со смещенной вправо командирской башенкой. Лобовая часть башни укреплена активной плиточной броней второго поколения. Навесные блоки брони могут быть установлены и на крыше башни, создавая дополнительную защиту от поражения с воздуха. Сиденья механика водителя находятся в передней части корпуса танка. Над ним располагается люк и широкоугольная оптическая система. С другой стороны, брони Челленджер 2 – одна из лучших в мире. Он оснащен броненосцем второго поколения, который в два раза сильнее, чем сталь. Пушка Л-30 сделана от стали, уточненной электрошлаком, эрс, и изолирована с термальной втулкой. Она снабжена справочной системой морды и дымоудаления. Башня способна вращаться на 360 градусов, а диапазон высот оружия составляет от минус 10 градусов до плюс 20 градусов. Имеется емкость для 50-120 снарядов. Мощность и мобильность двигателя. Различные модели танка Т-90 приводятся в действие различными двигателями в своих начальных моделях. Однако последний вариант Т-90 оснащен дизельным двигателем Ви-12 мощностью 1000 л. Этот двигатель может работать на керосине, бензин или дизель, и автомобильном бензине, А-66, А-72. Пуск осуществляется с помощью электростартера, системы воздушного запуска, а также от постороннего источника тока или с буксира. Для экстренного пуска холодного двигателя зимой имеется система подогрева впускного воздуха. Механическая планетарная трансмиссия состоит из входного редуктора, двух бортовых коробок передач и двух бортовых редукторов. С другой стороны, Challenger 2 силовая установка. Это 12-цилиндровый дизельный двигатель, мощностью 1200 л. Садкомпании Perkins Engines, Shubari, Limited. Коробка передач модели Т-54, 6 передач вперед и 2 передачи заднего хода. Максимальная скорость по шоссе составляет 59 км в час. Средняя скорость по пересеченной местности 40 км в час. Подвеска, гидрогазовая изменяемая. Скорость, 59 км в час, шоссе, 40 км, в среднем по пересеченной местности. Запас хода, 450 км по шоссе. Система управления огнем. Система управления огнем Т-90 полностью компьютеризирована, но имеет ручное управление. Система управления огнем командира и наводчика содержит дневной огонь, ночное ведение и тепловизионный прицел. В состав комплекса входит система управления огнем 1А42, комплекс управляемого вооружения 9К119 рефлекс, приборно-наблюдательный комплекс командира ПНК-4С и тепловизионный танковый комплекс Т-01П-02Т. Таким образом, танк Т-90 способен поразить большинство танков и вертолетов противника, оставаясь вне зоны досягаемости. С другой стороны, Challenger 2 оснащен цифровым компьютером управления огнем для управления всеми прицельными приборами. Основное орудие танка, 120 мм нарезная пушка, Ordnance Royal L-30, компьютерная система управления огнем, это глубоко усовершенствованная система от танка М1А1 Abrams, которая позволяет проводить и дальнейшую модернизацию. Разработка танка началась в ноябре 1986 года. В июне 1991 года танк был одобрен для вооружения Королевской армии. Компания получила государственный заказ 520 млн фунтов на производство 127 танков Challenger 2 и Огневая мощь Т-92А46 вооружения включает 125-м гладкоствольная пушка, стабилизированная в двух осях и снабжены тепловым кожухом. Пушка может стрелять различными боеприпасами, включая бронебойные, противотанковые, осколочно-фугасные и осколочные снаряды со взрывателями времени. Для подготовки взрывателя к работе в режиме дистанционного подрыва используется установщик временных интервалов. Справа от орудия расположен спаренный 7,62 м пулемет ПДК. На башне размещается 12,7 м зенитный пулемет МСТВ, оснащенный системой дистанционного управления 1С29 со стабилизацией в вертикальной плоскости. 125-м пушка танка приспособлена для стрельбы ПТУР АТ-11 с лазерным наведением. Дальность стрельбы ПТУР составляет 4000 метров. Комплекс управления огнем 1А45 позволяет наводчику и командиру вести прицельную стрельбу артиллерийскими выстрелами из пушки днем и ночью с места и в движении, управляемыми ракетами, с места. С другой стороны, Challenger 2 вооружен 120-м нарезной пушкой L31-55 калибра. Изготовлен из высокотехнологичной стали со сплавами это единственная пушка, установленная на танк НАТО, который нарезной. Другие функции включают в термокожухи, вытяжки и электрической стабилизации. Все пушки оснащены гиростабилизированным панорамным прицелом французского производства. Прицел установлен на крыше башни. Для ночного боя предусмотрен тепловизор, для наблюдения и стрельбы. Тепловизор установлен внутри бронированного кожуха над стволом орудия. Башня вращается с помощью электрического привода. Отказ от привода под действием давления масла связан с безопасностью и повышением надежности в целом. Танк обладает технологиями стелс для малозаметности при сканировании радарами с воздуха. В январе 2004 года, компания-разработчик танка, BE Systems, получила заказ на переоборудование танков новыми пушками Л-55, то есть теми, что установлены на немецкие леопарды. Итак, как вы думаете, какой танк победит в битве 1 на 1, российский Т-90 или британский Челленджер 2? Дайте нам знать в комментариях. Также не забудьте проверить наши другие военные видео. Как всегда, не забудьте подписаться на комментарии и лайк. Итак, переходим к комментариям. Челленджер 2 это лучший панк в мире. Далее, в этом комментарии говорится, короче, что был случай, что Т-90 уже подбивали в Сирии, а Челленджер 2 еще не было таких случаев, чтобы его подбили. Так что якобы Челленджер 2 считается лучшим. В этом комментарии, короче, говорится то, что Челленджер 2, в этом комментарии тоже хвалят Челленджер 2. У него якобы рекорд, что он подбил на самом далеком расстоянии противника. Ну, то есть другой танк подбил. Когда основные детали малы, подавляющее беспокойство вызывает подготовка экипажа и опыт. Я бы за это дал британцам справедливые преимущества. Я бы так не сказал. Здесь говорится, что это вы сравниваете как Роуз-Ройс против Жигулей. Те люди, которые голосуют за Т-90, вы бы положили свою задницу на сиденье водителей, а затем бы взяли на себя Челленджер 2, если бы смогли. Я не думаю, что вы также бы захотели сказать, что Т-90 лучше. Я думаю, что победителем станет тот, кто стрельнет первым, и это будет зависеть от навыков экипажа. Быть британцем – это фантастика. Наш маленький островок способен захватить любую страну. Да ладно. Челленджер 2. Любое время, с уважением из США, русский Т-90 – это просто игрушка. Челленджер 2. Да в любое время, с уважением из США, а русский Т-90 – это просто смех. Россия всегда хвастается, но там большинство танков – хрень. Челленджер 2 лучше, чем 5 Т-90С. И это все знают. Т-90 – это просто несколько модернизированный Т-80. Челленджер 2 – это танк, спроектированный в 90-х, построенный в конце 90-х, в начале 2000-х. С тех пор постоянно обновляемый, и это самый бронированный и самый тяжелый танк в мире. Все остальное, кроме господства Челленджер 2 на Т-90, является фантастикой. Вот такие вот комментарии, дорогие друзья. Пишите обязательно свои, оценивайте видео, подписывайтесь, и до скорой встречи. Всем пока.